Пирамиды 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 Государственного комитета обороны Нормы выработки для колхозников в годы войны были увеличены Обязательный минимум для взрослых 120 для подростков 50 трудодней Но и эти показатели перевыполнялись причем намного Между тем в МТС, в конюшнях, на полях, в огородах работали в основном женщины, старики и дети Кроме того, деревенские жители отдавали фонд помощи фронту личные средства и запасы По всей республике колхозники вносили из личных доходов хлеб на постройку танковой колонны колхозник Чувашии В фонд Красной Армии было внесено за годы войны 120 миллионов рублей денег свыше миллиона 200 тысяч пудов хлеба и много других сельскохозяйственных продуктов Дорожное строительство, которое началось в 30-х годах, не прекращалось и в военное время Больше того, жители республики освоили новые объекты Этот мост длиной в полкилометра построен целиком из дерева колхозниками Ядренского района Когда-то десятки подвод и автомашин простаивали у переправы Сейчас все виды транспорта без задержки движутся в обе стороны Сегодня дети войны вспоминают как их матери делали все возможное чтобы не только выполнить колхозную норму но и прокормить семью Зоя Константиновна Миронова в 31 год осталась солдатской вдовой с пятью детьми мал-мала меньше Мать получала 125 рублей пенсий, пособий Это буханка хлеба Вот, я делал аптисам плем Пять штук делаю за неделю Иду на базар и продаю Пять штук, это пять буханок хлеба Все, так и жили Собирал какое-то самое Снопы по сто штук этих самых Снопов делал все Все работы делал И пахал, и броновал Все, все делал У меня было сто сорок, это самое Трудодней в году Это очень много тоже Я выращивал махорку У себя дома Такие крепкие махорку, так Рубил А сестра моя, двоюродная Юля Она кисетки делала Она в неделю Три-четыре кисетки делала Набивали и отправляли тоже В район, в Ишлицкий район отправляли Тяжелые были времена Вспоминает Александр Николаевич Не пережили бы, если бы не удивительная Способность наших людей К сопереживанию, готовность помочь И поддержать друг друга Вместе преодолевали трудности Вместе радовались Победу тоже праздновали все вместе Пошел я в Ишаки, в Северсовет Поймали меня Давай, говорит, бегом Чиганары Бегом Телефона не было даже Бегом Чиганары Скажи, что Кончилась война Нет, конец войны, да? Меня Представитель Северсовет Там Стеклов был Взял, поднял Так Поцеловал Ну что у меня 11 лет Война была Да, 14-15 лет Был у меня уже Большого Такого взял Поцеловал Все Победа И, говорит Интересно Победа Вдохнула Новая сила В обескровленный Уставший народ Она подарила Не только надежду На скорую встречу Новую любовь Но и веру Что теперь Все будет хорошо Заслуги крестьян Чувашия Ценили по достоинству Слава передовика Гремела на всю страну Их портреты Печатали в газетах О них рассказывали По радио Им вручали награды Когда я в колхоз Приехала Это было В 50-м году А в 47-м году В этом колхозе Уже были герои Социалистического Туда Пять человек В том числе Вот и Василий Васильевич Занецов Потом Бригадир Был Значит, Эмильянов Две звеневые Бригадир Тарактной бригады Был Тоже В числе героев Евлалия Ивановна Васильева Тоже герой Социалистического труда Ученый-агроном Посвятившая Всю свою жизнь Самому благородному занятию Во сделывании земли Свой выбор Девочка из семьи служащих Папа был священником И затем учителем Сделала совершенно осознанно Мама еще мне И я сама помню Рассказывала Когда лет 5 Мне было Выделили маленький участок В лагороде И там посадили Посадил картошку Картошку И каждый день Я была Говорит, я туда Выкапывала И смотрела Как растет Вот поэтому Наверное, что ли Стала агронома И потом Когда кончила Школу Война Началась У нас остался Здесь только Сельскохозяйственный институт Я подала Заявление В сельхозинститут Встретился Бывший директор Он стал уже Министром Просвещения Макаров И спрашивает Куда поступаешь Я говорю Сюда Сельскохозяйственный институт Он говорит Нет Из тебя А я была Пенера-выжатой В школе В младших классах Он говорит Нет Из тебя должен быть Очень хороший педагог Давай в пединститут Сейчас я зайду И возьму документы И передам туда Я говорю Нет Я уже решила Значит все Точка Поработав После института Несколько лет В конторе Явлали Ивановна Затасковала По настоящему делу Ей хотелось Видеть плоды Своего труда И тут как раз Выяснилось Что в передовой Колхоз Победа В Яльчикском районе Нужен агроном Городская девушка В своих силах Не сомневалась До меня уже Значит Никитин Приучил Колхозников Познакомился С использованием Минеральных удобрений Склады Минеральных удобрений Были Или набитные Такие маленькие Теперь значит Работали Тогда только На лошадях На лошадях Конными Плугами Но пахали Сантиметров На 20-22 На такую глубину Плуги немецкие Были Саксов Потом значит Применяли Культиваторы Тоже конные Бороны Опять-таки С лошадьми Катки Деревянные Были Тоже Самые И вот Все это Знаете Он ушел Мне нужно было Не хуже Его работать Я именно Старалась Чтобы Знаете Не опустить Этот Рамк Достигнутый И Выписывала Все журналы Что издавались По сельскому Хозяйству Международные Сельскохозяйственные Журналы Земледелие Ковхозное Производство Ну и другие Значит Подписку Организовал На Всевозможные Труды Ученых Мичурина Вильямса Там Тимирязева У меня Была Библиотека Уже Организована И кроме Того Там Хат Лаборатория Была Микроскоп Другие Значит Тоже Знаете Все эти Аппараты Были Делали Значит Коллекции Сорняков Насекомых Вредных Вот И Потом Уже Хату Лабораторию По-настоящему Оборудовали Когда Через Некоторое Время Там Уже Мы Приобрели Приборы Для Исследования Почв Для Определения Значит Качества Кормов Для Определения Схожести Семян Явлали Ивановна И сегодня Убеждена Агроном Одна из Самых Интересных Профессий Хороша Она тем Что Результаты Труда Можно увидеть Довольно Скоро И результаты Эти Очень Убедительны Поле С дружными Зелеными Всходами Переливающиеся Троссы Поющие В небе Жаворонки Городским Жителям Вряд ли Удастся Ощутить Гармонию С миром Столь полно Но такая Сельская Идилия Достигалась Каждодневным Трудом И постоянным Поиском Новых Решений В колхозе Победы Не боялись Смедрять Передовые И даже Спорные По тем Временам Технологии Хотя Давалось Это С напряжением И даже Риском Для жизни Мы Прилосили Тогда Самолеты Вот Впервые В республике Мы начали Применять Самолеты Мост Деревянный Который Весной Его Разбирали Разбирали Значит Бревна На одну Сторону И на другую Сторону А Самолет Значит Один работал Уже Второй Должен был Прилететь И Пилот Или Механик По-моему Механик Мы с механиком Должны были Подобрать Площадь Для посадки Другого Самолета Для того Чтобы он Работал С другого Участка Надо было Переплыть Через Булу Мост Как раз Разобрали И Типа Лодки Не лодка Прямо Крыта Самая Настоящая Значит Эти Старовители Которые Разбирали И мы С ним Сели Обсвай Стукнулся Это Наше Судно И Перевернулось И мы Вводим Лед И йод Мы Вводим На той стороне Значит По Это Прям По грудь У меня Портбилет Был в кармане Как раз В спортивном Костюме Лыжном Переехали На ту сторону У меня Этот Культурный Прикультурный Человек Это был Летчик Набренный Сели Все Мокрый Да Матом Прямо Как Только Значит Прямо Обозлился Совсем Культуру Всякую Потерялся В колхозе Победа Явлали Ивановна Проработала 12 лет Затем Ушла В Министерство Сельского Хозяйства Чуваши За годы работы Приобрела Множество Соратников Друзей Знакомых Неудивительно Что ни один Профессиональный Праздник Не обходится Без ее Участие Сейчас Правда Выходить Из дома Стало Тяжеловато Но душой Явлали Ивановна Рядом С коллегами Ни одна Специальность Несравнима С трудом Земледельца Потому что Там Нет крыши Все Подвержено Капризам Природой Там Засуха Там же Заморские Там Ливень То Градобитие И поэтому Труд Земледельца Очень Труден Но и почетен Чтобы республика наша Из года в год Набирала Хорошие темпы Своего развития Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok